всем ребят привет выбрались мы на очередной коп сегодня копаем и в одиночку а сегодня у нас будничный день все на работе выбраться не с кем а шум у нас очень будет сильным объектив потому что ветер как мог я микрофон спрятал но не знаю как слышимость выбрались мы на одну возможно здесь была деревенька потому что здесь были находки советской эпохи место очень красиво и впереди меня имеется пуля позади красивое озеро несколько посаждений и кругом распашка в том году я его нашел но она была настолько заросшая что невозможно было катушку приблизить к земле очень высокая была густая трава и решил пока травка не поднялась попробовать здесь что у нас будет ну так знаете чтобы обследовать место чтобы больше суда не возвращаться если фигня здесь вот и так же я приехал испытать свою свой новый аппарат приобрел я специально себе для любимого дела шеви него на трассе она чувствует себя очень хорошо грязь я пока достаточно сильный не нашел так что сюда доехал без проблем земля здесь ребята чернозем думал встречу грязью немного испытаю аппарат но к сожалению я не встретил перед собой играть играть так что очень камера сносит ну буду ходить наушниках какие-то находки интересные будут я конечно вам показывать буду аж мурдяк смысла нету минимально что буду показывает советские монеты насчет царя не знаю место совсем неизвестное когда она была когда она исчезла так что смотри я думаю будет чем сегодня интересно итак ребята а теперь о месте здесь знаете вот такой вот оазис образовался везде распашка вообще кругом распашка и вот такой вот клочок необработанные земли внизу у нас имеется большое озеро это явно здесь была деревня потому что есть дымовые ямы вот они вот во всех вот кустах у нас домовые ямы явно здесь была деревня ходили к озеру купаться поля обрабатывались возможно на полях и будут находки вот с другой стороны тоже вот первые признаки что здесь был дом крапива высокая вот такая вот трава он там тоже у нас имеется густо засеянная трава в общем у здесь вот был объект какой-то и мы сейчас по полю вот за этими кустами имеется поле узнаем было ли что здесь на самом деле и какая эпоха но по слухам я слышал здесь советское что-то было находки конечно нам об этом и скажут так что смотрим итак а ребята находки не заставили нас долго ждать только отошел от машины прошелся чуть-чуть прям совсем один раз ковырнул он там какую-то железяку и выпал у меня монитосик вот он это у нас советский союз год тридцать восьмой три копейки сорок восьмого года сорок восьмого такая вот советина ладно и густо но и не пусто смотрим итак очередная находка прошелся пять метров все иду кромочке и выпал очередной советик судя по всему пять копеек год наверное не скажу отмывать надо земля здесь чернозем в общем определить нельзя пока но советский союз проглядывается 1900 а какой год сказать не могу но по размеру пятачок и силуэт тоже пятачка продолжаем и так ребята иду вот все по той же кромочке и верховой вот он верховой берем это у нас пятачок чистить даже не надо и какой-то у нас год судя по всему наверное герб старый проглядывается в конце нолик так что это наверное тридцатый год вот такой вот у нас зачетный верховой выпал ладно продолжаем находки просто радует очередная находка и находка это у нас монета 15 копеек квадрате 57 года такая монета пока у нас только советина ветер на поле очень сильный не обессудьте придется вам смотреть видео именно в таком вот ветряном порыве ну а так продолжаем итак ребят камера спрятал от ветра стал немножко не тем ракурсом но все же это у нас снова советик как вы видите ранний радует и это у нас две копейки год 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 проглядывается шестерка двадцать шестого года значит зачетная монета отправляется к остальным продолжаем шествие вдоль вот этой лесополосы и так ребята буду говорить быстро пока ветра нету монитосик выпал и монет 43 год забираем и дальше бьем поле и так ребята ветер аж меня сносит у меня монетка монетка советская 3 копейки тридцать девятый год почему-то она зеленая немножко все монеты были без зелени а это зеленая ну ладно монета вроде неплохом таком бодром состоянии продолжаем и так ребята ветер жуть какой идешь против ветра аж слезы на глазах наворачиваются у меня был сигнал и к сожалению вот смотрите плугом монету навернула 3 копейки 31 года вот так вот троскарежки у нас культурный слой равняет ну ничего выпрямить поправить историю можно при помощи молотка вообще-то киянки или молоток и деревяшек таким способом я их и выпрямляю хороший способ еще тисками продолжаем и так ребята выкапывал сигнал был советский сигнал в первую очередь мне выпала вот такая вот штука это у нас обычный камушек и с отпечатком круглого размера и потом нашел монету монета у нас советская три копейки сорокового года сохран просто сногсшибательный с обратной стороны с обратной стороны тоже пойдет вот такие вот советы мы сегодня копаем продолжаем итак ребята очередной монетоз и судя по всему это три копейки сегодня очень большое количество трешек и тридцать второй год старенький герб зачетно собираем и так был сигнал лопату воткнул глазами увидел практически верховой монетоз вот вот такой вот пятак верховой продолжаем ветер вообще все портит так сильно дует что иногда лопату сносит так что извиняйте это у нас такие погодные условия нелетные как говорится матушка земля выкидывает все ненужное из своих недр и это вот уже не знаю по счету какая монета но верховая 5 копеек сорок третьего года сохранчик вроде бодрый вот такие вот монеты выскакивать на полях просто так они желтые хорошо видны далеками не обнаружила глаза ладно продолжаем и так ребят пошибал я это местечко надоело мне советики собирать пора и царика поднять но к сожалению царей здесь нет здесь деревня была или что-то в этом роде дымовые ямы присутствуют шурфит я не хочу все признаки что здесь была деревня на лицо то есть керамика советская вот горшочки ранее советские то есть керамика светлая такая коричневая вот странно то что здесь обычно если советское место то пробок водочных и проволоки вообще очень много но здесь к счастью это меня не ждало здесь вообще не было пробок я может одну или две поднял пробки это сомневался стоит пробки вот чисто советская деревня наверное коммунистическая потому что я говорю водки здесь вообще не пили вот и по советам у нас получилось вот как вот такую штучку нашел завод наверное волги какой-то вот такая вот и рандом и вся сопоточка вот такого характера конинку я вам не показывал вот такие два колечка какие-то непонятные медные и по советам 4 пятака 30 46 40 43 ничего особенно обычные пятачки и кстати их ценных тоже нету максимальная цена по моему если не ошибаюсь 43 года что 250 рублей и все по трешкам тоже не превышает от 200 рублей самая дорогая не буду зацикливаться на этом посмотрел я в приложении в телефонном а затем пятнашка 43 и пятнашка 57 двушка 26 двушечка хорошим таком бодром состоянии так что вот так вот у меня получилось на этом месте сейчас я отправлюсь куда-нибудь в другое местечко неподалеку и посмотрим какие там находки будут ну на этом я пока закончу когда перееду на другое место я снова включусь и посмотрим как у нас там с находками если ничего не будет я даже снимать не буду просто с вами попрощаюсь и поедем домой так что продолжение следует смотрим итак ребят приехал я на старое место снимаю в машине потому что ветер очень сильный задувает и приезжая сюда здесь познакомился еще с несколькими товарищами а то есть девушка и парень кстати я их позвал именно вот сюда вот вон они едут вот так что мы сейчас вместе за шурфимся если что-то будет интересно я вам конечно все это покажу ну а разрабатывать будем старый шурф так что не знаю что получится раньше здесь были советы серебро белончики в общем шурф был хороший шурфили мы большой компании если помните видео у меня было к сожалению сейчас его не найти вот так что посмотрим что у нас здесь будет смотрим итак ребята мои друзья уехали ветер поднимается погода портится и мне тоже жутко уже становится не по себе что-то какие-то шорохи слышны какие-то вопли звериные здесь очень много кабанья ходит и я вот решил тоже не искушать свою судьбу тоже собраться и свалить отсюда так что сейчас обзор своих находок сделаю и попрощаемся и я поеду так что смотри находки которые я сегодня поднял ну а по находкам у нас получается вот как это у нас первая половина дня вот все такое советское а это вторая половина дня я их не снимал потому что совет ничего интересного тем более ветер сильный вот такой вот обломок интересный 5 копеечный код как вот так вот можно было извратиться хотя это наверное вырубишь для обручального кольца до поднимал я вот такой вот щитовичок тридцать второго три копейки тридцать пятого старый герб так это у нас пятна пятнашка десенчик и еще десенчик щитовичок вот так вот у меня получилось ну а сейчас я с вами попрощаюсь и домой итак ребят на этом я и закончу свой видео коп копали мы сегодня в одиночку потом познакомились с молодой парой парни оказались практически местные вот рядом с ними очень близко живем так что даже общие у нас с ним знакомые оказались вот так что принципе все свои везде копают ну на первый раз где мы останавливались было гораздо веселее монетки очень хорошо шли у нас сюда приехали к сожалению не особо всего дернули по моим четыре или пять монет так что не очень весь день у нас был ветер вот так что не знаю как получится видео микрофон я заклеил поролоном плюс еще скотчем в общем не знаю надеюсь было получится а видео звук хороший ну что еще вам сказать подписывайтесь на мой канал который только начинает снова развиваться вот уже есть подписчики какие-то очень приятно рад тем подписчикам которые возвращаются в общем продвигайте ребята мой канал если вам нравится ставьте лайки пишите комментарии делитесь в соцсетях будет очень приятно когда увидишь у кого-то заметки пометка моей видеогруппы так что все всем пока удачи на копии находок побольше а Продолжение следует...